Всем доброе утро! Сейчас собираюсь завтракать. Сегодня у меня вот два яйца отварных, хлебушек, фитнес-хлеб и авокадо было у меня, вот я порезала. Оно немножечко просто жестковатое. Вообще я люблю авокадо вот подавить с творожным сыром, но творожного сыра у меня нет, а авокадо он такой жестковатый. И вот я вот так вот порезала и почистила одно киви. Я вообще не очень люблю фрукты, но сейчас все-таки вот стараюсь кушать хоть понемножку, хоть один фрукт какой-то в день ем. И сделала кофе себе с одной ложкой сахара. Без кофе я прям вот не могу. Своим с утра я уже, девчонки, напекла оладьи. Кстати, очень классный рецепт. Это вот у меня одна зрительница, мы с ней переписываемся иногда в Инстаграм. И вот она мне написала этот рецепт. Он идет без яиц. И вот я попробовала сегодня по ее рецепту, который она мне отправила. Очень, девчонки, классные оладьи получились. Я попробовала. Я, конечно, не ела, но мне интересно было. Я попробовала. И Милана говорит, что очень вкусные. Я выкладываю вот так вот на полотенце бумажное, чтобы они такие жирные не были. И София тоже поела. Вкусный был оладушек, дочь. Правда, она один съела. Но она кашу поела сначала овсяную, потом оладушек. И сейчас вот сидит орео кушает. Не балуйся, дочь. Так она любит вот эти печеньки орео. Что, руки грязные? Давай доедай, потом руки пойдем помоем. Я уже сделала макияж, немножечко привела себя в порядок. А то, знаете, вот эти вот 2-3 дня, наверное, какая-то апатия, ничего не охота. И я сегодня думаю, даже вот не краситься, не укладываться не охота. И сегодня я уже думаю, так дело не пойдет. Даже, видите, глаза поярче немножко сегодня накрасила. Потому что все равно, когда уже макияж делаешь, укладку, как-то и настроение поднимается, и уже состояние совсем другое. Мне, по идее, нужно сегодня на почту поехать. Уже неделю как приехала посылка водолазка. Помните, я как-то говорила во влоге, сестра просила для племянницы из коллекции Рауф и Файк. Там у них коллекция, там худи, водолазки, футболки. И тогда, когда я им писала, не было в наличии у них. Они написали, следите за сториз, мы сообщаем. И, в общем, вот я заказала. Неделя уже, наверное, оповещение мне пришло. Надо будет поехать забрать. Правда, не знаю, поеду сегодня, нет, но вообще нужно. Я еще достала слоеное бездрожжевое тесто. Хочу пирог с мясом, с картошкой сделать. И еще хотела сегодня сделать вече-салат. Чтобы в холодильнике был, захотел, там перекусил, или даже на полноценный, да, там обед, ужин. Вот. Просто я его всегда делала с мясом. А это я хочу с куриным филе попробовать. Не знаю, правда, вкусно будет, нет. У меня, кстати, на канале где-то, кажется, рецепт был. Когда вот этот закон вышел, то, что детей снимать нельзя, я кое-какие видео со своего канала скрыла. Поэтому не знаю, есть или нет. Ну вот, сейчас думаю, что сделаем. Вот оно, мое мясо для пирога. Оно свежее. Я сейчас уберу его прямо на досточке в морозилку, чтобы оно чуть-чуть подморозилось. Потому что так именно вот мелкими кусочками лучше резать. Мы любим, когда мясо резаное. Я не люблю, когда с фаршей. Я не люблю, и мои тоже не любят. Именно, когда мясо резаное. И пока оно подморозится, я вот здесь уже лук почистила. Я сейчас буду картофель чистить. Уже две штучки почистила. Вот так вот я нарезаю картофель к пирогу. Видите, разными кусочками. Быстро-быстро, где потоньше, где потолще. И сейчас буду лук резать. Луковицу у меня аж три штучки. Мы любим лука побольше. И тогда сама начинка, она будет намного сочнее. И потом уже в конце мясо порежу. Лук тоже нарезала. Видите, вон сколько лука получилось. Ну, я сейчас все смешаю. Когда посолю, приправки добавлю. И будет нормально. Теперь я солю. Не хорошо, конечно, мясо. Не успела еще хорошо заморозиться. Но все равно я порезала. Черный перчик. И еще я добавлю сухую кинзу. Кориандр называется. Вот так вот выглядит. Немножечко. Я перчатку одну одела. И вот так прям буду мешать сейчас. Я делаю, видите, в кастрюле, потому что у меня нет такой большой вот прям тары. Это и мешать удобно. Мяса, конечно, не так много, но все равно то, что лук, картошка, это будет вкусно. Так, ну все. Начинка наша готова. Вот так я ее соберу немножко. Пусть стоит. Будем сейчас тесто делать. Вчера, девчонки, была в магазине посуды и купила себе вот такой вот силиконовый коврик. Правда, он мне не очень понравился. И по цвету, но там другого не было. И мне кажется, он какой-то маленький. Но продавец в магазине мне сказала, что больше не бывает размеров. Ну не знаю. Я взяла, потому что давно хотела. И вот сейчас как раз попробуем на нем. тесто катать. Взяла еще нож себе. Тоже вам как-то говорила, что у меня ножи очень плохо режут. И вы мне писали, что Настя, точи по старинке, да, об тарелку, об косушку, там, не знаю, об чашку. Я точила. Они вообще не точатся. Видать, вот после посудомойки они настолько тупятся из-за вот этой вот кипятка, да, воды. Вот это ничем не точится. У меня вот такая вот точилка. Вот, в фикс-прайсе, кажется, я покупала. Она вот, не знаю, вообще не точит. Или она тоже затупилась, ее нужно точить. Потому что поначалу, когда я ее купила, вроде бы она точила нормально. А сейчас здесь и для ножниц, и для ножика есть. Я и на этой точила, и на этой вообще не точат. И об чашку, и об тарелку точила. Нифига. И что вы думаете, я купила еще вот такую вот ножеточку. Здесь получается, вот здесь сначала вы точите, потом второй этап как бы и третий. Вот. И вообще те ножи, которые у меня остались, они прям совсем не режут. Я думала, ну, выкинуть их или что с ними делать. Не солить ведь их потом. И взяла вот эту вот ножеточку. Домой пришла, вот мой любимый нож. А, он сейчас посудомойки. Я поточила, девчонки, и он острый стал, представляете. Реально вот это, видать, совсем не точит. А я уже думала, что ножи плохие. И я ей сказала, там вот такие тоже продавались в магазине, только синенькие. Я ей показала, говорю, у меня вот такая. Она мне говорит, это ерунда. Вот эту, говорит, возьмите, не пожалеете. Она была в коробке, и там все на немецком было написано. Я еще хотела оставить коробку, вам показать, но там на русском ничего не было, поэтому я выкинула. Ну, хорошая девчонки, точат хорошо. И держать вот так ее удобно. Потому что я ненавижу, когда ножи плохо режут. Все, если ножи плохо режут, я не готовить, не хочу, не резать. Режу я много. Поэтому, ну вот, не знаю, пока мне понравилось. И нож тоже. Ну, нож пока я не точила, он хорошо режет. Китчен. Что такое, София? Спать? Китчен. Китчен книф, что ли? Книф. И я взяла такой, знаете, не маленький, не большой, средний, чтобы удобно было держать. Вот такой он, видите, получается. Здесь 46 на 36. Ну, вот я сейчас его помыла, вытерла. Вот это, девчонки, звездное тесто, слоеное бездрожжевое, 500 грамм здесь. Оно хорошее. Оно, видите, идет одним пластом. Вы раскатали его под свой противень, положили, потом начинку, еще одно раскатали, сверху накрыли, и пирог у вас готов. Я просто разное тесто брала, и есть оно вот кусочками идет, слоеное для рогаликов. Ну, там не написано для рогаликов, просто слоеное, и там оно идет кусочками. Вот его неудобно катать. А вот это прям раскатал, и все, и вот буквально там, считай, начинку сделал, раскатал, и пирог у вас готов. Мои прям очень любят, именно вот из слоеного теста я всегда стараюсь вот в холодильнике, в морозилке держать такое тесто. Так, смотрите, я раскатала пласт, теперь его на противень, и катайте так, чтобы вот местами тоненький он не был, чтобы он был равномерный, потому что все-таки фарша я много всегда кладу. И все, теперь сейчас сюда высыпаем прям фарш. Мама! Я тут с помощницей. Видите, он как раз сок дал. И все это распределяем. Я всегда, девчонки, делаю. Как-то я тоже готовила пирог, и мне тоже кто-то написал, блин, столько фарша. Да, я всегда делаю фарша много. Мама, блин! Ну, чтобы такой вкусный пирог был. Мама, блин! Аккуратно, зай. Мам, знаешь, это как, мам, знаешь, это как-то лечко с тесто и с вот такой, с такой, так. И теперь я уже вот раскатала, сверху вот так накрываем. Вот здесь у меня порвался, видите, я такую заплатку сделала. Мам, смотри, это как лечимка, да? Да. Так. И вот здесь вот я сейчас подрезаю, где не нужно, и он София ждет, я ей всегда даю, и она будет свой пирог, да, делать? Да. Сейчас, я ножичку... Потому что я же младшая, да? Ну, вот, ну, вот, ребятки. Вот такой у меня получился быстро пирог. Единственное, здесь, видите, заплаточки немножечко, но тесто тонкое, я слишком раскатала. Можно его сейчас еще смазать желтком, кисточкой, и он тогда будет такой красивый, блестящий. И еще, если вы вдруг делаете, не говядину добавляете, а курицу, то сверху, вот, когда вы фарш уже распределили, местами кусочки сливочного масла положите и закройте. И старайтесь, чтобы нигде дырочек не было. Лучше вот заплатку вот так сделать, тогда он будет сочный внутри. А здесь уже второй пирог готовится. Мам, для этого нам понадобится очень много муки. Очень много муки. Ну, давай я немножко тебе посыплю. Давай. Хватит? Да, хватит. Осторожно, осторожно. Вот такой вот прям у меня пирог. Я вон сама, смотрите, вся в муке. И я же. Давай. Так вот. Ну же ладно, играйся. Потом помоемся. Переоденемся, да? Да. А то у меня вот такая. Папе, папе, давай тебя сфотографируем. Да. Духовка у меня уже нагрелась. Девчонки, ставлю где-то на минут 50, может быть, 55. Я вообще всегда все на глаз сделаю. Если вы вдруг первый раз делаете, можете, да, там в углу или посерединке треугольничек сделать, посмотреть, картошку, мясо готово или нет. Я так не делаю. Где-то вот 50-55 минут я знаю, что будет уже готов пирог. Пока печется пирог, девчонки, я сейчас хочу сделать грибы с кабачками себе на ужин. И сделаем все-таки вечер. Потому что я уже никуда не пойду, у нас уже и темно, и мне не особо хочется. Я просто здесь села, Софейка пока тут лепила тестом. Вот. Сейчас все приготовлю сегодня, а завтра мне уже не нужно будет готовить. И мы с утра, Софей, соберемся, не упади, и пойдем. Я хочу еще в белорусский магазин зайти. У меня закончилась тушь, и подводка тоже. Ай, закончилась. Я сегодня тушью красила. У меня свои-то ресницы не очень хорошие. А когда еще тушь пола сухая, так вообще. Ну зачем ты взяла это? Я сняла колечки, когда тесто лепила. Вот, ей надо одеть обязательно. Ну вот, и сходим завтра, совместим приятное с полезным, и погуляем, и дела сделаем, и на почту зайдем. Да, дочь? Да. Так что сейчас будем готовить. У нас сегодня такой будет влог готовочный, да? Давай вот это все уберем. Ну, давай. Давай. Ну, вставай, как мама встанет. Я уже все для себя подготовила. Здесь у меня, смотрите, три кабачка, шесть, шесть, да, шесть грибочков, один болгарский перец красный, я уже все помыла, два зубчика чеснока, и зелень, укроп. Укроп я тоже уже помыла. Сейчас мы все нарежем, и буду готовить я в мультиварке. Я не люблю вот эти вот наборы, потому что я петрушку вообще не ем. Очень-очень редко, но мне не нравится ее вкус. И вот не было просто отдельно укропа, и мне пришлось взять вот такой набор. Здесь и лук, и кинза, ой, не кинза, а петрушка, и укроп. Так, грибочки я режу прямо вот так вот, на четыре части. Я люблю крупненькими. Я вообще грибы обожаю в любом виде. Причем все грибы люблю, а вот мои не любят. Мои вообще привереды такие, блин. Грибочки порезала и сразу сделала на мультиварке режим жарка. Немножечко налила масло и отпускаю грибы. Пусть они пока жарятся, а я тем временем кабачки порежу. Бачки буду резать вот так, на две части и прямо тоже вот так вот, крупненькими. Грибочки жарятся. Еще немножко масла добавлю. Масло добавляю оливковое. Вот такое у меня, экстравержинтое вот туда. Так, теперь отпускаем кабачки. Перемешаем. Я люблю, чтобы именно, вы знаете, кабачки, они такие не разваристые были, а такие жестенькие. Так, чтобы камера не запотела подальше. Пирог мой почти готов. Четыре минуты осталось. Он, видите, немножко подтекал, видать, сок давал. Но он сочный получается. И внутри, знаете, вот эта картошка такая, как пюре получается, лучок, мясо. Очень вкусно. И я помню, я уже как-то пекла его на канале, и девчонки мне писали, что тоже пробовали, что понравилось очень. Вот так, он, видите, румяненький такой получается. Балгарский перец. Здесь у меня укроп я порезала и чеснок вот так мелко. Можно через чеснокодавилку, но я вот так порезала мелко, потому что, кроме меня, все равно никто кушать не будет. И последний штрих мы обязательно солим. Солим и добавляем укроп, чеснок. Теперь все нужно помешать. Немножко снять он будет. Я обожаю, девчонки, вот такое вот. Вроде ничего сложного, но это прям очень вкусно. Блин, девчонки, вечер уже буду готовить завтра. Я ведь еще вчера его решила приготовить. Я вечером легла, думаю, блин, котлеты съели. Надо что-то такое сделать, чтобы в холодильнике у меня всегда было. Решила приготовить вечер, а мои уже все спали. Я встала, открыла морозилку и сверху достала вот этот кусок. Я думала, что это вот это вот филе, которое я купила в перекрестке. А оказывается, это Софийкина курица. Оно, похоже. Я вот так на ощупь. Маленький свет горел, но в морозилке не видно было, что лежит. Я, в общем, не то вытащила. Сейчас пока это разморозится, это долгая история, поэтому я сейчас на тарелочку переложу, поставлю в холодильник. Как раз завтра разморозится. Овощи мои готовы. Видите, какие они красивые получились. Сейчас они остынут. Я потом их уберу в контейнер. И завтра, например, вечером поужинаю. Завтра, если захочу, также могу мультиварки подогреть их слегка и покушать. Девчонки, хотела вам сказать огромное спасибо за вашу обратную связь, которую я от вас получила. Я все комментарии ваши прочитала и поняла, что вы у меня самые хорошие, самые лучшие. Я вам очень благодарна за вашу поддержку, за то, что как-то вы всегда не проходите мимо, пишите мне. Это очень важно, я вам говорила, я это очень ценю. Понятное дело, что я уже, знаете, привыкла к разным комментариям и всегда есть такие люди, которые свои пять копеек обязательно вставят, есть те люди, которые вечно недовольны, кому-то что-то не нравится. Такие люди всегда есть и в принципе я отношусь к этому нормально, потому что все мы люди разные, у всех у нас, например, на какую-то ситуацию мнения расходятся. Это с одной стороны хорошо, что мы все не одинаковые, не как с инкубатора, а каждый думает по-своему. Это я понимаю. Просто единственное было неприятно, что это в принципе адекватный зритель, который всегда мне писал, с которым я отвечала, как бы шла с ней на контакт, и тут на меня раз, и вот это вот, конечно, мне было немножко непонятно. Ну ладно, не будем уже об этом. Буду на этом заканчивать свой влог. Уже пришел Артур с работы. Я побегу его кормить. Так что мы увидимся с вами совсем скоро. Всех вас люблю и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok